Найти работодателя, который может заплатить за вашу учебу, станет проще, а получить высшее образование педагога по робототехнике теперь можно и в Красноярске. Приемные комиссии учебных заведений начинают свою работу. Что ждет абитуриентов в этом году, расскажем в следующем материале. Такого, как раньше, уже не будет, когда договорился с кем-то для своего ребенка и поступаешь. В этом году в России начинают по-новому поступать на целевое направление. Это когда студент учится за счет организации, а после выпуска должен отработать в ней несколько лет. Оно как раз было направлено, чтобы воронка была открыта в другую сторону. Чтобы абитуриенты шли на предприятие, чтобы была конкурсность, чтобы средний балл был выше. И в соответствии с этим у предприятий был такой студент сильный, мотивированный. На портале Работа России создали общероссийскую базу целевого набора. Здесь можно выбрать специальность, узнать все условия и остановиться только на одном предприятии, за место на котором и будете бороться. Это предполагает поступление в рамках отдельного конкурса. Также при обучении поступающий может ежемесячно от заказчика получать меры материальной поддержки, меры материального стимулирования в размере не менее академической стипендии. Кроме целевого можно участвовать и в основном конкурсе. Красноярские вузы в этом году предлагают новые специальности. Например, робототехника в педуниверситете. Бюджетные места появились на специальность экология и природопользование в аграрном. Новые направления появились и в меде. В этом году у нас больше бюджетных мест, чем в прошлом. У нас были открыты новые специальности, такие как медицинская биофизика и медико-профилактическое дело. И уже в этом году у нас есть бюджетные места на эти специальности. Отдельный конкурс в вузах проходят участники СВО и их дети. Для них есть своя квота. А вот в техникуме и колледже их в этом году примут без учета оценок в аттестате. С этого года та категория лиц, которые относятся к героям Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами мужества, и дети лиц, родители у которых находятся на специальной военной операции, они зачисляются в первоочередном порядке. Для тех, кто все же пройдет на платное, в каждом вузе предусматривают свои бонусы. С этого года в Институте искусств имени Хворостовского, где не так много бюджетных мест, платникам удастся сэкономить, если хорошо учиться и активно участвовать в жизни института. Те самые меры поддержки позволят достаточно приятные получить суммы, возвратные на карту платильщику. Эти суммы доходят до 30% возмещения затрат на обучение. В этом году у выпускников впервые есть возможность пересдать ЕГЭ. В приемных комиссиях уверяют, дождутся всех результатов, и на общий срок компании это не повлияет. Стартует прием заявлений и документов у абитуриентов не позднее 20 июня.